Добрый день! С удовольствием представляю свою книгу «Код активного долголетия». Эта книга – отличная новость, дающая оптимистичную надежду всем, кто хочет верить в то, что старение можно избежать. Почему я написал эту книгу? На это есть две причины. Первая – личная. Я родился в 1941 году. Сейчас мне 75 лет, и я хочу оставить наследие для своих детей, внуков и, надеюсь, правнуков и праправнуков. За несколько месяцев до того, как я приступил к книге, Летиция, 11-летняя дочь моей жены, очень любознательная по своей природе, спросила меня, «Скажи, будешь ли ты со мной, когда я выйду замуж, и у меня будут дети? Будешь ли ты держать меня за руку в эти моменты, как ты делал это со своими старшими детьми?» Я от всего сердца хотел бы побывать на свадьбах своих внуков и присутствовать при рождении своих правнуков, при этом быть здоровым и в ясном уме. Вторая причина – профессиональная. Я приводил в порядок свои документы и наткнулся на записи о француженке Жанне Кальман, которая прожила 122 года. Она прожила 44 754 дня, став долгожительницей-рекордсменкой. Она скончалась в 1997 году, и в то время все специалисты были уверены, что она достигла пределов долголетия. Она не была образцом поведения и вела обычный образ жизни. Читая ее историю, я понял, что она была, что называется, обычной женщиной. И тогда я сказал себе, если она это сделала, то почему не я? Почему не мы? И это стало моим кредо. Для меня любая смерть ранее возраста 122 года должна расцениваться как преждевременная смерть. Сколько раз меня посещала мысль, вот был бы я на 10 лет моложе с тем опытом, который есть сейчас у меня. Это желание сегодня вполне реально. И даже больше. Почему бы не получить дополнительно еще 10 лет? 10 лет здоровья, 10 лет продуктивности, без рака, без болезни Альцгеймера, или даже 20 лет, чтобы провести их со своими близкими, иметь достаточно времени, чтобы завершить все, что не удавалось закончить. Мы хотим прожить не просто длинную жизнь, но длинную жизнь, полную энергии и творчества. Эта книга состоит из пяти частей. Здоровье, старение, омоложение, образ жизни и наша специальная программа J-Life. Первая часть поможет разобраться с информацией, приведенной в остальных частях, используя комплексный подход к здоровью. Мы представим основных героев. Здоровье, динамическое равновесие, необходимое для работы всех функций организма, также известные как гомеостаз, а еще клеточная физиология и современная генетика. Если вы уже знакомы с этими научными понятиями, можете смело переходить ко второй части. Во второй части я пытаюсь объяснить, почему и как происходит старение. Существует множество теорий, авторы которых стремятся выяснить причины старения. Мы рассмотрим те теории, по которым на сегодня достигнут консенсус. Повреждение ДНК, укорачивание теломер, а также, как следствие этого, ускоренное старение стволовых клеток. Родиться — это не преступление. Так почему же люди приговорены к смерти? Мы можем излечиться от многих тяжелых заболеваний, но почему не от старения? Абриды Грей, известный биогеронтолог, убежден, что сегодня мы можем прожить тысячу лет. У него есть теория, почему мы стареем. Первое свидетельство того, что наш хронологический возраст, который мы празднуем каждый год, не важен. Старение не зависит от количества прожитых лет. Второе свидетельство — это наше потенциальное долголетие, наш шанс жить дольше, находиться внутри наших клеток, в частности, в нашей ДНК. Существуют три основные причины старения. Повреждение ДНК, укорачивание теломер, уменьшение банка стволовых клеток. В третьей части книги подводится второе логическое заключение. Ставится вопрос, как мы можем стать моложе. И дается ответ путем совместной работы над причинами повреждения ДНК, удлиняя теломеры и защищая наши стволовые клетки. Сегодня мы наблюдаем технологическое цунами. Мощность компьютеров удваивается каждые 18 месяцев. Стволовые клетки делают революцию в медицине. Наномедицина — это наше будущее и многое другое. Так может быть, бессмертие уже за следующим поворотом? Один очень важный факт — это то, что естественная смерть больше не признается универсальным законом природы. Некоторые организмы, например, бактерии или многолетние растения, умеют предотвращать старение, обеспечивая себе своеобразное бессмертие. Вы слышали когда-нибудь о лобстере Джорджа? Могут ли лобстеры жить вечно? Не совсем. Но они не могут умирать от старости, так как теломераза, которая отвечает за удлинение теломер, постоянно активируется в их организме. Поэтому их клетки не умирают и сохраняют способность делиться. При этом их панцирь все равно подвержен заражению инфекциями. Именно поэтому, в конечном итоге, они умирают. Своим долголетием славятся и рыбы кои. Некоторые из них живут более 200 лет. Одна из рыб по имени Ханако умерла в июле 1977 года, прожив 226 лет. Черепахи также известны долгожительством. Утверждают, что сейшельская черепаха Адвайта прожила почти 250 лет. Гидра. Если отрезать часть гидры, она регенерируется в течение двух-трех дней, что потенциально делает ее бессмертной. Медуза. Некоторые имеют потенциал жить до одной тысячи лет. Глава вторая посвящена стволовым клеткам, регенеративной медицине и клеточной терапии. Стволовые клетки, как следует из их названия, это источник всех наших клеток. Все начинается с появления сперматозоида, который нашел свой путь к яйцеклетке и оплодотворил ее. Во время оплодотворения новая жизнь начинается с первой стволовой клетки эмбриона. Рональд Рейган пророчески заявлял, что стволовые клетки могут полностью изменить подход к лечению. Нанотехнологии позволяют создавать новые материалы в новом масштабе. Одна миллионная миллиметра, размером в несколько атомов или молекул. Представьте робота размером меньше микрона с сенсором ДНК, который может в течение нескольких секунд выявить потенциальные заболевания, используя каплю слюны или крови. Мы определяем ранние признаки рака на уровне молекул и даже атомов. Глава четвертая посвящена пищевым добавкам. Существуют очевидные доказательства того, что пищевые добавки ассоциируются с лучшим образом жизни и помогают продлевать жизнь. Есть два подхода к омолаживающим пищевым добавкам. Первый – просто отодвинуть срок наступления болезней, но на это влияет уровень нашего здоровья на момент начала программы. Второй подход – восстановительный, направленный на попытку возобновить утраченные процессы регенерации путем удлинения теломер и защиты нашего банка стволовых клеток. современные подходы сфокусированы на эпигенетике за счет активации хороших генов. Именно поэтому ученые используют активаторы теломераза, которые, в свою очередь, восстанавливают теломеры. В главе пятой мы поговорим о фантастическом будущем эпигенетики. Нутригеномика – это новая наука, которая свидетельствует о влиянии питания на производство правильных протеинов. Эпигенетика позволит нам персонализировать медицинское лечение, совершенствуя воздействие каждого ингредиента на экспрессию генов. Четвертая часть посвящена улучшению образа жизни. То, что здоровый образ жизни увеличивает продолжительность жизни – научно доказанный факт. мы рассмотрим, как здоровое питание увеличивает продолжительность жизни, и как гены влияют на наше питание. Как регулярные занятия спортом увеличивают продолжительность жизни, и как занятия спортом влияют на экспрессию генов. Как стресс сокращает нашу жизнь. всем известно, что эмоции влияют на продолжительность жизни, и я расскажу, как. Даже наше настроение и отношения влияют на продолжительность жизни. И, наконец, здоровый образ жизни увеличивает наши теломеры. В пятой части мы применим все полученные знания на практике с помощью конкретных решений в рамках программы долголетия J-Life. Для начала мы проведем полную оценку вашего биологического возраста. В разделе «Питание» я расскажу, как правильно питаться и принимать пищевые добавки для сохранения здоровья и долголетия. Фитнес-программа J-Life также проста в применении. А также специальная антистрессовая программа. В заключительной части вы найдете пять подробных анкет, которые помогут отслеживать прогресс. Подводя итог всему, действительно ли бессмертие уже за следующим поворотом? И что мы можем сделать, чтобы завтра быть более здоровыми, чем сегодня? Если вы будете ежедневно следовать всем рекомендациям программы J-Life, вы обязательно получите в награду дополнительные дни, месяцы, годы здоровья. Как долго? Как можно дольше. И вы обязательно разгадаете код активного долголетия. Спасибо за внимание. Приятного прочтения. Меня зовут Уильям Амзаллак, и я – поколение молодости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова